Доброго дня! Сегодня хотелось поговорить о таком прекрасном, вечно зеленом растении, как саркокока. Саркокока – небольшой вечно зеленый кустарник из семейства самшитовых. В связи с тем, что наибольшая декоративность этого растения осенью и зимой, растение получило название рождественский самшит или душистый самшит. Проходя мимо цветущей саркококи в саду или дома, невозможно не восхититься очень приятным сильным ароматом. Листья саркококи овальные или узкие, заостренные на краях, кожистые, блестящие, насыщенного зеленого цвета. Небольшие колокольчатые цветки саркококи располагаются вдоль стебля кистями в пазухах листьев и окрашены в оттенки белого, кремового и зеленоватого цвета. Цветки появляются из белых, на некоторых видах из розоватых бутонов и достигают чуть больше сантиметра в длину. После цветения на саркококе образуются плоды – круглые, плотные, блестящие ягоды, которые по мере созревания меняют цвет от зеленого до красновато-пурпурного и, наконец, черного. Род саркокока состоит из 11 видов. Растения рода саркокока – однодонные. На каждом растении есть мужские и женские цветки. Мужские цветки оснащены крупными желтыми печеньками. Саркокока, естественно, произрастает во влажных, тенистых и густых лесах Китая, Гималаев и Юго-Восточной Азии. Название растения происходит от греческого слова «саркос» – мякоть и «кокос» – ягода. В европейской садовой культуре саркокока известна с середины 19-го – начала 20-го века. Поскольку саркокока является растением с 11 видами, это предоставляет широкую линейку выбора этого растения. Но хотелось бы остановиться на более распространенном виде этого растения. Это саркокока гукера, саркокока хокериана – компактный корневищный густооблиственный кустарник с ланцетными листьями до 9 см длиной. Растения достигают 1,5 метра в высоту и 2,5 метра в ширину. Зона морозостойкости – начиная от 6-й. Иные виды – это саркокока сомнительная, саркокока иглолистая китайская, также саркокока восточная, саркокока ивовидная. Саркокока неприхотлива в уходе, неплохо растет на разных по структуре почвах, однако предпочитает влажный с хорошей водопроницаемостью грунт. Отлично себя чувствует в полутени и даже тени. Выращивание саркококи на полном солнце возможно только на влажных почвах. При посадке в тени саркокока охотно мирится с довольно долгими периодами засухи. Саркокока лучше растет у стены или в другом защищенном положении. Формирующие обрезки следует делать после окончания цветения. Они способствуют пышности куста. Саркокока фактически не поражается болезнями и вредителями. Саркокока дает многость самосева и найденные вблизи куста молодые растенецы, самостоятельно выросшие из семян. Самый простой способ размножения легче размножать боковыми корневыми побегами, которые растения производят в большом количестве. Еще один метод вегетативного размножения саркококи – полудеревеневшие черенки в конце лета или одеревеневшие осенью. Стоит сказать также о таком разведении саркококи, как садовая на балконе или дома. Нет требовательности и ее способность мириться с любыми, даже самыми тяжелыми условиями окружающей среды. Загрязненная, задымленная атмосфера, долгое отсутствие влаги и освещения при высокой декоративности делает растение ценным материалом для садоводов, озеленителей, городских любителей комнатных и балконных растений. В садах и парках используются для создания неформальных низких живых изгородей, посадки на склонах и насыпях, на тенистых бордюрах, а также в качестве почвопокровного растения. Прекрасно смотрятся в естественных природных садах. Относительно небольшой размер растения легко позволяет выращивать его в горшках и катках, что особенно ценно для жителей средней полосы и других холодных регионов. На лето домашнюю саркококу можно выносить в сад или на балкон, а зимой наслаждаться изумительным ароматом цветов в саркококе дома. При выращивании дома, особенно в условиях городской квартиры с центральным отоплением, следует обеспечить растению прохладную зимовку и повышенную влажность воздуха, как и в случае с другими растениями мягких регионов. Камелия, японская азалия, клен японский красным, веерным. Лучше выносить саркококу зимой на утепленный балкон или лоджио, где сохраняется зимняя прохлада и повышенная влажность воздуха, чем держать растения в полном. Могу сказать, что те любители, которые высадили саркококу у себя в садах или в доме, всегда могут наслаждаться таким красивым растением, поскольку он вечно зеленый, листья его такие лисистые, ланцетные. Довольно красивое растение. Высаживайтесь саркококу в своих садах и домах.